Работодателям нужно установить новые отношения с сотрудниками. В условиях борьбы с коронавирусом они должны быть построены на безопасности работников и охране труда. Подтверждение слов губернатора Сергея Морозова было дополнено трехсороннее соглашение. Документ подписан Региональной Федерацией профсоюзов, объединением работодателей и правительством. На данном соглашении есть такая фраза, что руководство не препятствует созданию первичных процессов организации. Данные соглашения предусмотрят о предоставлении дополнительных дней женщинам по уходу за детьми, имеющим трех детей и более. Социальная поддержка должна помочь работникам пережить сложные времена. А ситуация на рынке труда сложилась не самая лучшая. Только с начала года безработица выросла в четыре раза. Поэтому показатель области достигла уровня экономического кризиса 11-летней давности. Первая и самая большая часть это люди, которые пришли к нам из теневого сектора экономики, так называемого. То есть люди, у которых не было оформлено трудовых отношений. Но вторая часть это люди, которые пришли из-за неполной занятости, из-за того, что работодатели лишили заказов, лишились работы и, соответственно, стали освобождать своих сотрудников. Но хочется отметить, что на настоящий момент о массовом сокращении ни один работодатель не заявил. Губернатор Сергей Морозов обозначил направление, которое способствует качественным изменениям на рынке труда. Поддержка реального сектора экономики каждого субъекта предпринимательства. Поддержка занятости и увеличение инвестиционной активности. Эти и ряд других мер должны способствовать возвращению к нормальному состоянию. Опыт кризисных периодов прошел показывать, что мер налогового и денежного стимулирования далеко не всегда приводит к расширению производства. Предприятия, которые получают от нас с вами финансовую помощь, должны вкладывать средства в производственные мощности. Это необходимо для сохранения рабочих мест. Тем более, что уровень безработицы во второй половине 2020 года будет в значительной степени зависеть от состояния экономики. Глава области поручил создать специальную комиссию для ослеживания всех, кто потерял работу. Все они должны получить максимальное пособие по безработице. Кроме того, губернатор поручил разработать дополнительные меры поддержки для безработных с детьми и людей старше 65 лет. Егор Титов, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова